Алекс Черный спрашивает Петрович, а дыхание в пакет как рекомендовал Ниум Ивакин? Я так понимаю, накопление углекислоты так же происходит, как при дыхании бутейка? Но отвечаю, да. Происходит оно или не происходит накопление углекислоты? Я вам дал хорошую подсказку, что происходит с организмом, когда там накапливается углекислота. То есть ваше дыхание действительно становится правильным. В первую очередь у вас начинает кожа лица нагреваться. То есть вы чувствуете теплоту, в первую очередь теплоту. Дальше, если вы еще, так сказать, более накапливаете, у вас начинается даже испарина. То есть ощущение теплоты, как раз говорит о том, на лице, что вы правильно делаете дыхание и у вас накапливается углекислота. А то, что у пакет или еще куда-то вы дышите, разные методики. Но вы не спрашиваете основного, как понять самому, накапливает ли организм при дыхании в пакет, без пакета, в движении, в силовой нагрузке, во сне там и еще как-нибудь углекислоту или нет. Я вам дал подсказку. Должно произойти потепление щек. Это самое важное. Щеки теплеют. Все. Дело пошло. Вот многие не знают про канал. Рассказывайте. Вы знаете, почему как-то... Вот как у меня создалось мнение о том, что должна произойти популяризация моего канала. Я думал, что это примерно будет как с книгами. То есть человек купил книгу, допустим, что-то он там поделал, почувствовал пользу и рассказал другому, своему соседу, своему знакомому. Тот тоже поделал, и так вот произошла такая вот реклама. Я думал, что вы посмотрите канал, расскажете о нем и так дальше. А тут, оказывается, надо искать ключевые слова, подбирать вот это вот все. То есть столько в видео, 1250 видео и всего лишь 8200 там с небольшим подписчиком с 2011 года. То есть мне придется переориентироваться совсем на другое. Подбор ключевых слов, значит, поиграть по правилам Ютуба, там, я там смотрю, кто там, как там, честные методы, нечестные методы там, и прочее, прочее. Не хочу сказать, что мне этого как-то не хочется. Но здесь вот этот вот, будем говорить, подбор слов, насколько они там популярны, насколько их запрашивают, и под эти запросы делать видео, ну, можно так, конечно, работать. Хотя ни у одного блогера, работающего по здоровому образу, по направлению здорового образа жизни, нету, в первую очередь, столько видео. А во вторую, нету библиотеки, бесплатной библиотеки, куда могут зайти еще дополнительно почитать, узнать о том или ином методе желающие. Этого нету, и вот, получается, получается то, что получается. Итак, я попросил подсказки, вот что мне пишут. Вот видите, Игорь Полозок советует, чтобы Ютуб выдавал мой канал, и люди заходили. Нужно одно из двух условий. Первое, точнейшее совпадение запроса, поисковики и название видео. То есть мне сейчас надо пересмотреть названия видео и сделать их, переименовать на самые популярные словосочетания. Второе, ваши видео настолько популярны, много просмотров, что Ютуб этого предлагает и когда нужно, и когда не нужно. Не знаю, но будем говорить, все-таки, что касается подписчиков, посещений, неужели их так много? Ну, против других каналов это так, ничто. Теги-меги, клуб Малахова. Это вообще большая ответственность. Так, благодарю Ольгу Степанову за подсказки. Вы знаете, еще что, я вот сделал видео, вот эти вот, огромное количество, в надежде на то, что они вот лежат, пока там не затребованы. Но настанет время, настанет время. Народ в эту сторону посмотрит. Ай, а там кто его знает? Ладно, читаю дальше. Первые видео были в целебной кулинарии, делалось для телевидения, поэтому они и сделаны так. А сейчас... Мистер Бакус, не пройдет много времени, как получите кнопку Ютуба. Да. Вы знаете, мне не так важна, как бы сказать, кнопка Ютуба, как возможность, и в том числе финансовая возможность, продолжать делать интересные видео. Потому что, еще разок, вот как бы, я повторяюсь, когда я начал всем этим заниматься, в далеком, где-то 89-90 году, рассчитался со всех работ, на которых я был, и стал, можно сказать, безработным. Занялся только продвижением своих книг, там читал лекции, тирал их, сам там торговал и прочее, прочее, и вдобавок, опять-таки, писал. Мне надо было поднять свою семью, то есть, заработать на семью и еще оставить время для того, чтобы я занимался этим. И несколько меня удручает то, что либо, либо мне, как бы сказать, вот, успокоиться, что-то там делать для себя. Потому что, за тот же сайт надо платить, вот я заплатил там небольшую сумму, но, как говорится, все меряется по доходам, которые уже как-то существенно. Далее тут идут эти все эти машины, требующие своих ТО, МО и прочее, прочее. И все это как-то начинает слегка удручать, либо просто-напросто замкнуться на себе, это очень интересная вещь. Либо, значит, вот, работать в интернете, но тут нужны, будем говорить, гроши. Пока эти гроши, увы, не зарабатываются, больше тратятся. Артур Пирожков, мне очень нравится, в каждом ролике все вот точку, доступно и простым языком. Ну, вот, я думаю, почему продержалась столько передача Малаха Плюс, потому что в свое время Эрс говорил, сколько они пробовали сделать такую народную передачу, ничего что-то не получалось, только благодаря тому, что я умею сложную вещь рассказывать простым языком. И об этом мне лично в свое время сказала Алина Сергеевна Шаталова. Говорит, я вот, потом, правда, она написала еще до написания своих книг, а вот в итоге, оп, просто ясно и понятно. Ну, для того, чтобы просто ясно и понятно говорить, надо эту тему знать. Вот, когда ты знаешь, вот ты вычленишь главное, упустишь там, опустишь второстепенное и скажешь то, что надо. Вдобавок, чтобы так сказать так, чтобы человек понял далее, что он должен почувствовать, когда он это будет делать, как вот в дыхании бутылька, говорю, вы должны почувствовать теплоту на щеках. А если еще больше будет, то вот это работает то, что надо. Кстати, я вот сейчас сижу после приема, первого приема травы, и чувствую, у меня вот в правой почке, так сказать, вот, какое-то действие началось. То есть, вот эти травы, они не просто там как-то там будут влиять на разжижение желчи, они, естественно, прокручиваются по всем органам, и там, где есть тот или иной непорядок, они начнут свою работу. Это травы такие, которые и камушки дробят, они... Опять Артур Пирожков, чтобы была отдача, работайте над обратной связью, вас спрашивают в комментариях. Вы отвечаете, пусть кратко, но тогда люди потянутся к вам. Ну, практически на все комментарии, пока я еще в состоянии, то есть их не так много, я смотрю и отвечаю. Добавить субтитры в случае искажения звука. Ну, как-то я такого еще не ощущал, но... Так, пришились в халате. Только на днях узнала о вашем канале случайно огромная благодарность за ваши книги. Мой совет, делать видео покороче, убрать пространные рассуждения, лишние слова, которые затягивает эфир. Поработать над названиями, четкие, интригующие, по насущной теме. Ваши видео тоже хороши, но они больше подходят для неработающих пенсионеров, которые не знают, как убить время. Удачи, успехов в вашем видео, содержишь много полезной информации. Ну, вот, как бы сказать, в наше время, когда летит скорость, я даже сам стал замечать, что мне хочется что-то побыстрее. Посмотреть, допустим, фильм не на обычной скорости, а где-то, чтобы она скорость была в два раза, так сказать, быстрее. Вот так вот я на этом себя невольно поймал. Вот, но, как бы сказано, тем не менее, тем не менее, вот, если так говорить, чтобы, конечно, создать хорошее видео, желательно бы его сначала написать, что, как и говорить, вот как я работал с книгами. А уже потом, будем говорить, его заснять. Я же, видите, по ходу действия пытаюсь снимать, рассказывать и всё такое. Правильно вообще замечание. Ну, вот, это требует несколько нового подхода, самодисциплины. То есть, это, как бы сказать, дальнейшая работа по пути самосовершенствования. Ну, поработаем так, как, как, насколько, насколько мне получится. Я думаю, МК Катрин 138, в ваших личных роликах не надо шоу. Нас замучили всяческими шоуами на телеке и в роликах большинство ютуберов. Часто даже истина не нужна. Лишь бы не видеть и не слышать вопли и кривляния, озабоченных ростом просмотром аутра. Вот, видите, вот, как бы сказать, вот тут обратная сторона. Я в своё время действительно, знаете, была, это, вспоминаю, программу Малахов Плюс. К нам пришёл там дедок, ну, который ранее работал на телевидении. Вот, и он с какой-то там программой из BBC, которая примерно показывала, что, допустим, вот на таком-то участке телепередачи замечен всплеск. Ну, что это за всплеск? Вот, обратите внимание. То есть, это какой-то, как говорят, экшен. То есть, грубо говоря, встал там, допустим, на голову, значит, показал язык, что-то ещё там сделал. Вот это, вон, всплеск популярности. Но в некоторых случаях для изменения личности важны рассуждения, не действия, а рассуждения, которые ведут к тому, чтобы за ними последовали действия. Но вначале надо вызвать изменения в своём собственном сознании. Понимаете, как она работает. А это, понимаете, слова, 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 слова. Слова. И тут уже, как бы сказать, нет вот этого экшена. Вот, поэтому тут вот эти вот кругом, кругом вот эти вопли и кривляния, и глупости, скандалы. Больше ничего. Ну, потому что раз вот это вот притягивает, будем говорить, даёт какой-то всплеск, ну, будем говорить, не популярности, а всплеск активности телезрителей, ну, то есть, вот, примерно тогда и приходится, грубо говоря, тогда выпучивать глаза, становиться там на голову, что-то там такое там делать глупое и так далее, чтобы вот зритель не только понимал, что видеть глупых людей в зеркале, но и так же и на телеэкране. И это его радует. Так, Петрович, вам есть что сказать? Вам есть даже о чём помолчать? Да, например, я о прививках молчу. Ваши раздумья... Ага, о устройстве государства? Молчу. Ваши раздумья на празд здоровье дорогого стоят. Пусть к вам присоединяются единомышленники, а не всяко разно. Вам в жизни не хватит на изучение рынка спроса. Это ли занятие для нормального мужчины? Вот, понимаете, я... Действительно, мне интересует творчество. Вот это вот творчество, которое, как бы сказать, создаёт там продукт, который потребляют другие люди, который интересен. А так вот что-то там такое, ну, неинтересно мне. Я уже практически жизнь прожил там. Немножечко ещё, грубо говоря, там... Что-то там позаканчивает в жизни. И вперёд к другим планетам. Ну, какие райские планеты есть. Если бы вы знали... И там совсем иная атмосфера. И последняя реплика так громко шарахнула по ушам. А это уже агрессия звука. Мне хотелось бы такого у вас на канале. То есть, это... Ставьте лайки! Да? Ха-ха-ха-ха! Ну, хорошо. Я думаю, как бы сказать, пробую различные варианты. Просто-напросто это сделаем не звуком, не голосом, а напишем. Ставьте лайки! Субтитры сделал DimaTorzok